И жили они долго и счастливо, правда, счастливо один, а долго другой. На этой неделе, вдохновившись таким принципом жизни, помощник президента Максим Орешкин, выступая на марафоне, заявил, что по итогам апреля уровень доходов населения вырастет сразу на 10%, туда же в рост отправится и российская экономика. По факту и по прогнозам Минэкономразвития реальные доходы россиян не превысят 3,4%. И именно эти данные приводят РИА Новости, то есть, как вы понимаете, официальное издание. Поэтому каких там орехов поел Максим, еще предстоит разобраться. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет, привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, марафон под названием «Знания первые», то есть, как бы само название уже говорит само за себя. Выступают первые и точно знают, о чем говорят. Но что имел в виду Орешкин, не понял никто, потому как от апреля остался всего один день, а зарплаты у слушателей не прибавились. Причем не просто на 10%, но даже и не на 1%. Хотя, друзья, Орешкин ведь не уточнил, у кого должны вырасти доходы. А может, он вовсе не нас с вами имел в виду. Так что закатываем губу назад и пытаемся выяснить, а чем будет обеспечено это плюс 10. Хотя, какая разница. Предлагаю просто порадоваться за тех, кому светит. Тем более, если у Миронова все получится, то это ненадолго. На этой неделе в Госдуму справедливо-россами был внесен законопроект, предлагающий приравнять депутатов и сенаторов к простым смертным. Но не в физическом плане, а в плане материального обеспечения. Миронов считает, что зарплата, которая выше по стране в разы, перестает мотивировать депутата к принятию законов для роста благосостояния граждан. А значит, не достигается и главная цель существования депутата вообще. Помимо раскулачивания ненародных избранников, Миронов предлагает лишить их медицинских льгот, курортно-санаторных плюшек и всего прочего, что мешает депутату работать. На второй подбородок и 8 кубиков пресса, вернее 8 мешков картошки в животе, справедливо-росс пока не претендует. Думаю, просто понимает, что прокормить висящие бока на те 50-60 тысяч по стране реально нереально. Хотя, надо признаться, в этой инициативе прекрасно все, начиная от естественного отбора, который сегодняшняя Госдума однозначно не пройдет, потому что работать за зарплату в разы ниже согласится не каждый. И заканчивая словами Орешкина, который, видимо, из разницы зарплат и собирается увеличить доход россиян аж сразу на 10%. Жаль только, что это никогда не сбудется, потому что подобный закон не только не примут, но и даже не допустят до обсуждения. Зато я вам расскажу, что обсуждает Верховный суд Российской Федерации и уверена, вас это немало удивит. Но сначала немного предыстории. В 2011-м некий Ислам Яндиев осуществил теракт в Домодедово, в результате которого 37 человек погибли и еще 172 пострадали. За это Яндиев получил пожизненный срок. Срок для игры в Тетрис. И все бы ничего, если бы в планы террориста не вмешалась администрация колонии. Она запретила осужденному иметь Тетрис, чем и навлекла на себя пристальное внимание суда первой инстанции. Но все-таки суд встал на сторону исправительного учреждения. Тогда игрок пошел дальше и подал апелляцию, которая оказалась успешна. Суд апелляционной инстанции обязал колонию вернуть игру заключенному и тем самым постучался в двери Верховного суда. А тот, в свою очередь, поставил в этом деле жирную точку. Тетрис заключенному не игрушка. И вот этим занимается наше правосудие. Впрочем, если послушать Мизулину-младшую, то все как бы встает на свои места. Вход в управление страной блондинкам должен быть строго-настрого воспрещен. Что мы можем перенять себе у тех людей, которые токсичный контент в интернете размещают и пользуются своими инструментами, такими как мета, допустим, и наши враги, русофобы. Почечки. Да-да-да-да, друзья, расписаться в собственном умственном бессилии вообще дано не каждому. И я, конечно, не снимаю ответственности из журналиста, который, откровенно говоря, и сам, по-моему, не понял, что спросил. Но на этой неделе Мизулина прям порадовала. Она наконец-то поняла, что блокировка канала не приводит к желаемому результату, потому что тот же контент множится и тиражируется другими площадками. И предложила сначала предупреждать авторов ресурса о наличии у него запрещенного контента, а уж потом принимать серьезные меры. Причем подобную практику Мизулина предложила расширить до масштабов государства. Типа, берите пример с меня и не благодарите. Хотя кое в чем я с Мизулиной согласна. Некоторые вещи из интернета действительно следовало бы убрать. Например, эфиры Комсомольской правды. Вот в гости КП пришла Юля Чечерина. Казалось бы, ну давай, девонька, удиви. И ведь удивила. Я напоминаю в эфире радио Комсомольская правда Юлия Чечерина, Александр Параханов. Как вообще вы с самой Юлией Чечериной подружились? Вдруг впереди меня возникло сияние. Какой-то брежущий свет. Сначала жемчужный, потом он стал разгораться. Яркий, яркий, яркий. И вдруг передо мной возникла прекрасная женщина. Она попросила меня, сказала, прочитай мне свои стихи, за счетные началу специальной военной операции. Скажи, пожалуйста, он правду всю говорит? Мы ходили ночью на Красную площадь и слушали камни. Серьезно? Кремлевской стены или брусчатки? Да вы что? А что, Кремлевская стена тоже поет? Не знаю. И что вы там услышали? Ну вот эти песни. Это образ камни переложила на ноты? Нет, там просто каждый отдельный камень поет. Так. Каждый отдельный камень поет разную песню. Каждый камень брусчатки, Кремлевская, говорит, вопиет. Вновь начиналась русская весна. В кошмарах войн грядет мессия. У меня прям мурашки бегают. У меня никогда не было такой передачи. Ее придумал Александр Андреевич. Я не ожидал от вас такого, Александр Андреевич. Почему вы это придумали? Для чего? Эту передачу мне подсказал лес. Потому что Россия и все мы, мы деревья русского леса. Это репетиция перед Северным полюсом у нас. Вот сейчас, да? Это у нас репетиция? Перед Северным полюсом. Мы собрались на Северный полюс. А потом не менее экстравагантно на той же студии комсомольской правды выступил Анатолий Вассерман. Стокгольмский синдром проходит очень быстро после освобождения заложников. Это видно хотя бы потому, как голосовали в сентябре на референдумах в Херсонской и Запорожской областях. Поэтому я совершенно не сомневаюсь, что когда мы завершим ликвидацию Украины, те, кто сейчас у нее в заложниках, очень быстро придут в сознание. Конечно, хорошо было бы нам ударить в начале 21-го года, а не 22-го. Но, во-первых, не было формального повода. Во-вторых, мы до последнего надеялись, что удастся, если не решить дело мирным путем, то, по крайней мере, добиться восстания на самой Украине. Мы закончим с Украиной, Европейский союз сам нам с удовольствием отдаст Прибалтику. Что значит отдаст? Как он может отдать часть себя? Он может исключить эту часть из себя. И тут, друзья, мне стало страшно, потому что первые это патриоты, а вторые это управленцы патриотов. Я теперь даже теряюсь в догадках, что же такое нужно курить, чтобы слушать брусчатку и верить в прибалтийский подарок. Впрочем, рофла на этой неделе было предостаточно. Только чего стоит один Жириновский. Ну, вы же в курсе, что в этом году по всей стране отменили все праздничные шествия. Страшно сказать, что будет с теми, кто этот запрет проигнорирует. Зато не страшно тем, кто проигнорирует, но виртуально. На этой неделе партия ЛДПР возвела памятник Жириновскому, возле которого собралась провести майскую демонстрацию. Правда, и памятник, и само мероприятие будут проходить в Майнкрафт. Честно скажу, для меня это что-то из области фантастики, но партия ЛДПР всерьез считает, что таким образом идет в ногу со временем и цифровизацией. Единственное, что во всем этом смутило члена фракции Андрея Свинцова, так это то, что лицо 200-метрового виртуального Вольфовича получилось каким-то не идеальным. А вот то, что депутаты занимаются откровенной херней, Свинцова почему-то не смутила. Но тут, как говорится, здоровье погибшим и большего не надо. Впрочем, еще сильнее общественность насмешил депутат Кирьянов, который на форуме безопасного интернета предложил заблокировать Википедию за... Что бы вы думали? А правильно, вы ошибаетесь. Точно не за распространение фейков или порочащей честь информации. Кирьянов хочет избавиться от Википедии, потому что та разместила его крайне неудачный снимок. Депутат заявил, что не раз пытался исправить этот недочет, но ему это не удалось. Поэтому он бы с радостью заблокировал ресурс, но не обладает необходимыми для этого полномочиями. Я не поленилась и зашла в Википедию, чтобы посмотреть на неудачного Кирьянова. И знаете, по-моему, он явно придирается, потому что между фото в ресурсе и оригиналом нет ну просто никакой разницы. Зато во вкладке биография уже есть описание недовольства Кирьяновым своей фоткой. Неровен час туда перепишут и все его заслуги перед отечеством, которые, как вы понимаете, измеряются пока исключительно словами. Уважаемая Википедия, ну будьте вы там людьми, но приукрасьте вы депутата. С вас не убудет, а плюсик к арме заработайте. Хотя я, конечно, шучу. По-моему, Кирьянов красив и без всякого фотошопа. Вот как-то так, друзья. Ну а я напоминаю, что это был второй выпуск новостей. Первый о современных врагах народа мы уже загрузили на нашем канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании и мы точно не потеряемся. А у меня на этом все. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok